Пески, исторический район Петербурга. Я сейчас выхожу из Овсянниковского сада и прямо по курсу у нас одна из стилистических доминант этого прекрасного района, который я по количеству и качеству архитектуры модерна сравниваю с нашей любимой Петроградской. Доходный дом гласного городской думы Павла Станового. Причем здесь, на Мытнинской улице, Становому принадлежало аж два дома, второй на перекрестке с восьмой советской, а это угол Мытнинской улицы и Старорусской улицы. Архитектор Дмитрий Андреевич Крыжановский, реализовавший этот проект к 1909 году, говорил о том, что во многом стилистической основой для создания дома Станового послужила церковь Шестаковской иконы, которая находится чуть поодаль от нас. В чем, собственно, параллели? В использовании здесь компонентов русского стиля. Помните, мы в понедельник с вами начинали наш видеорепортаж с дома Купермана Лешневского, где тоже использованы мотивы новгородской и владимира-суздальской архитектуры. Редкий для Петербурга случай, когда русский стиль во всей красе на фасаде дома эпохи модерна присутствует. И здесь тоже форма окон, вот эти вот балконы с жар-птицами, изображение чего-то наподобие Кремля или Крома там вот в дальней части фасада. Ну и, собственно, как я уже сказал, это работа Дмитрия Андреевича Крыжановского, который был большим жанровым экспериментатором. Только в Петербурге он создал 66 реализованных проектов, из них 64 – это доходные дома. Большая часть на петроградской стороне находится. Ну и родился он в Иркутске в семье дворянина Киевской губернии, закончил Петербургскую академию художеств. На удивление, при таком количестве построек у него так и не было собственного доходного дома. Надо сказать, что в разгар гражданской войны он и вовсе сменил профессию. Был начальником петроградской милиции, позднее проектировал рабочие городки под Вологдой, город-сад Луначарск так называемый. Ну и в 30-е годы вовсе занялся исследованиями человеческого голоса, стал автором книги «Физика голоса». Книга, правда, так света не увидела. Крыжановский погиб от истощения в блокадном Ленинграде в 1942 году. Оставил он огромное наследие. И сегодня мы поговорим не только об архитектуре этого дома, но и пообщаемся с председателем Совета дома Ярославом Костовым, по инициативе которого этот дом был отреставрирован несколько лет назад. И надо сказать, что реставрационные работы, в том числе в интерьерах многочисленных парадных, продолжаются по сей день. Начнем с самой легендарной парадной, которую в народе называют парадная подкова. Какие-то еще метафоры слышал. Вот давайте туда заглянем. Она у нас со стороны Мытненской улицы. Сегодня немного побеседуем с Ярославом Костровым, который является председателем Совета дома по Мытненской 5. Ну и, собственно, мы находимся в самой интересной, наверное, по конфигурации парадной этого дома. Но пока Ярослав здесь, хотелось бы спросить, как вам вообще удалось добиться в свое время реставрации этого дома, который был действительно в плачевном состоянии. Что для этого пришлось сделать? Ну, реставрацией я бы это не называл. У нас был произведен небольшой ремонт фасада, причем не всего фасада полноценно, а только одной лицевой части. Фактически для этого пришлось обойти всех, наверное, чиновников города. Вице-губернатора два раза, представитель жилищного комитета неоднократно. Администрацию района, наверное, достал уже своими походами. Но шаг за шагом фактически выбил то, что нам положено, это ремонт фасада. Его привели в более-менее нормальное состояние. Двери мы уже делали и за свой счет, и совместно с жертвователями из фонда внимания. Сейчас мы фактически сделали практически все двери. Как двери с лицевой стороны, так и завершаем фактически наш проект тамбурных дверей. В данном случае это нескольких случаев реставрация. В парадный номер два, парадный номер один. А в парадный номер три мы сейчас будем делать тамбурную дверь с нуля, потому что она была, к сожалению, полностью утеряна. До этого делается отдельный проект. То есть все еще вовсю продолжается? Ну, фактически дом, можно сказать, такой живой организм. И для того, чтобы привести порядок, нужно очень много времени. Допустим, в этой парадной у нас совсем скоро будет снесен полностью весь пол. Будет восстановлено все перекрытия, потому что они находятся в аварийном состоянии. Так же, как и фактически 90% перекрытий между подвалом и первым этажом во всем доме. Это такая же большая работа глобальная, планируется уже несколько лет. Я надеюсь, что в этом году она стартует, завершится она в следующем году. Помимо всего прочего, естественно, будет восстановлена. Метловская плитка здесь полностью выложена новая. Подвесной дворик мы точно так же планируем снести перекрытие. Дальше кидрорезоляция подвала, дальше замена лифтов, естественно. Точно так же это все заложено в планы ремонта. Тамбурную дверь, как я уже упомянул, надеюсь, в этом году мы все же завершим проект и начнем изготовление. Но это достаточно быстрее, чем реставрировать, как вы понимаете. Задач очень много. Естественно, хотелось бы привести дом в то былое состояние прекрасного, великолепного доходного дома дореволюционного, в котором он был, существовал несколько, ну, 10 лет, пока не здесь уже у нас не появилось большое количество коммуналок. И дом стал немножко увидать, можно сказать. Я уже говорил о том, что у дома очень необычный декор, в частности, были воссозданы вот эти вот совы, которые, так сказать, охраняют... О, Артем, сейчас. Я это снимаю о нашем, 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 нашем доме. Блог. Блог помогают нам эти ребята. Спасибо. Я там все подписал Беличень, это с Василием связался тогда, получается. Да, в доме очень необычный декор, в частности, насколько я знаю, держалась одна лишь сова, более-менее живая и та потрепанная, но вы восстановили всех сов, которые есть у входных групп. С совами интересная история, соответственно, у нас было в какой-то момент две совы, потом одна сова у нас улетела на шестой этаж, в квартиру, и они до сих пор ее не отдают. Соцнайм, наглые, хитрые, ну, мы их, фактически, немножко поджимаем. Одна сова, она до сих пор стоит на фасаде со стороны Старорусской улицы, но другие совы у нас повторены не полностью, ну, то есть не точная копия, фактически. Ну, такая изюминка, можно пойти дома, посмотреть, что точная копия, да, что оригинал, и найти оригинальную сову. Одна запасная сова, на всех случаях, у меня стоит дома, потому что, ну, у нас была история, когда сова, даже новая, попыталась улететь, да, в чужие руки. Ну, на такие случаи нам Пурнов, Виктор Иванович, который восстанавливает часть дверей, он нам сделал одну запасную сову. То есть на те случаи, когда совы в ближайшие десятки лет улетят, мы сможем одну все же вернуть на место. У парадной, кстати, очень интересная конфигурация, потому что именно вот это вот, по сути, я так понимаю, главное парадное дома изначально, она выведена вот этот вот маленький световой колодец, который мы сейчас, надеюсь, тоже посетим, чтобы посмотреть его конфигурацию, потому что конфигурация двора, она в какой-то степени повторяет рисунок вот этой вот необычной, фактически винтовой лестницы. Тут постоянно там блогеры, как только эту форму не называют, что-то типа подкова там еще как-то. Диамант, на много слов, да-да-да. Да-да-да. Ну вот сейчас увидим этот двор, ну и постараемся, наверное, найти сову, которая дожила до наших дней оригинально. Да, попробуем. Парадная по Старорусской улице, и, как видите, совы по своему обличию различаются. Вот эта современная, а вот эта та, что оставалась с момента строительства дома. Ну, дверь же помоете, потом будет хорошо. Дверь нам загадил наш доблестный ГУДЭПа-центр, который, как вы видите, чистит улицы, и они, мне кажется, специально щетки направляют на дом, и вот эти вот капли заполонили весь фасад. Я хочу в этом году, чтобы мы мыли фасад не силами управляющей компании, а заставить вот этих вот негодяев, которые портят наш облик города, вот этой солью, химией, и чтобы они отмыли сами, с щетками, с мылом, все идеально. Ну, сейчас мыть не очень стоит, потому что у нас все равно холода. Минус 10, а вот весной, через месяц, 100% заставим все привести в порядок. Субтитры создавал DimaTorzok Я тут вскрыл проем. Вскрыл проем справа, видите? Это мы попали в маленький световой колодец. Да, здесь у нас тоже глобальные планы. В этом году у нас частично установить окна столовой, раз, два, три, четыре, социальной, как и двери фактически, окна социальной столовой на фасаде со стороны Матинской улицы. Здесь будут снесены перекрытия, полностью переложены. В идеале, конечно, отремонтировать фасад до шестого этажа, но на это нужны деньги, много денег. Ну, у нас также, естественно, есть желание восстановить вот эту дверь маленькую в центральную парадную, но это уже, думаю, не скоро. А, изначально было два входа, да? Да, да, есть на планах, наверное, старых поэтажных. Вот, собственно, окна парадной, где мы с вами только что были. Лучше люди пусть видео смотрят, чем шастают по парадным. Я так считаю. Это печь. На нее у нас собраны деньги, но мы ждем, пока здесь заменят перекрытие, потому что печи, как вы помните, они стоят на балках поперечных и неизвестно, потребуется ли при сносе перекрытий разбирать печь. Но я надеюсь, что вот этот швеллер, он жив, и его снимать не придется. Мы ее тогда обернем там целлофаном, какими-то защитными материалами и снимем перекрытие без необходимости разборки печи. Пока непонятно, какой цвет изначально был? Нет, я, честно, мы не раскапывали. Там четыре слоя краски, более того, один слой краски при мне нанесли специально. Ну, знаете, какая-то защита дополнительная, потому что люди постоянно подходят и пытаются, вот, вот, даже видно, они пытаются докопаться до истинного цвета. Но никто же не понимает, как правильно докапываться. Они берут там ножиком, скальперем и бьют. Так они могут и изначальное покрытие повредить. Поэтому, чем больше здесь слоев краски, до тех пор, пока мы не примемся, тем лучше. А с фирмой Палладой, из такая, да, известная в Петербурге, а мы договорились, что они достаточно дешево нам это сделают. Тут у нас, видите, отбиты лица у девушек. И вот здесь выбита часть. Ну, по легенде рассказывают, что при капремонте стойков инженерных сетей люди там бросали батареи сюда, вот, на плитку, бросали, тащили их неаккуратно и еще больше повредили ее. Так вот у нас неаккуратно относится. О песках или о рождественских можно довольно долго говорить. Здесь мы будем в дальнейшем искать и всевозможные интересные квартиры, посещать, конечно, интересные парадные. Это все задача будущего для нашего с вами канала «Русский модерн». Мы с вами, друзья, увидимся в понедельник. Просто посмотрите на календарь и сами посудите, почему в пятницу единственный раз ролика у нас не будет. А в понедельник мы перемещаемся в другую область России, но об этом позже. Все, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok